И серьезное ДТП с участием экипажа патрульной полиции произошло сегодня днем на перекрестке Николаевской дороги и переулка Векслера. Полицейский Приус на большой скорости врезался в поворачивающую с переулка на шоссе Таврию. Очевидцы говорят, что до столкновения полицейские сирену не включали. Я шла с ребенком, с маленьким и чуть постарше со школы. Мы шли по этой дороге. Светофор горел красный. Машины уже все остановились. Все стояли машины. На Таврии выезжал потихоньку. И сумасшедший просто удар. Сумасшедший. И потом только включилась сирена. Мы поняли, что это милицейская машина ударилась только после удара. Она врезалась в бордюр и ехала потом сюда дальше. Мы очень испугались. Начали дети плакать. И уже подошли, когда увидели, что произошло. В результате столкновения пострадал 62-летний водитель Таврии. Родственники говорят, что у мужчины перелом руки и есть подозрение на повреждение ребер и сотрясение мозга. На данный момент его забрали в больницу, в еврейскую, насколько я знаю. Все, что сказали врачи, это перелом руки. Ему будут делать рентген ребер. То есть проверять на наличие повреждения и так далее. Но по телефону я с ним разговаривала. В принципе, как большого состояния он уже отошел. Я не знаю насчет этого. Он еще головой ударился. Может, сотрясение. Ну, как мне говорят. После того, как мама подошла поговорить с милицией, все, что ей сказали, это то, что он сам виноват. То есть сама вот эта фраза прозвучала «он сам виноват». Я не знаю, как это воспринимать на самом-то деле, но... Все, что я увидела, когда шла со школы, это машина, скорая помощь и мама, бабушка всех трясет. В управлении патрульной полиции факт ДТП подтверждают, но подробностей пока не сообщают. Сегодня на Николаевской дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля. На место выехали сотрудники, которые оформили материалы ДТП. Причина данного происшествия будет установлена следствия. В ведомстве ждут окончательного вердикта следствия, который установит подробности причины и виновника ДТП.